Стрелковый тир на стадионе «Юность» вновь заработал. С конца прошлого года он был закрыт на ремонт, а сейчас в обновленном тире вновь проходят тренировки и соревнования. Спортивный объект изменился практически до неузнаваемости. Радость, только радость, что мы, как говорится, всегда были открыты и готовы, нам посодействовали. Теперь наша задача – все, что нам предоставили, использовать по максимуму, и мы это будем делать. К слову, использовать по максимуму начали уже. В первый день открытия после ремонта сразу прошли соревнования в рамках спартакиады школьников. Отстрелялись восьмые, девятые и десятые, одиннадцатые классы. В общекомандном зачете в лидерах восьмая школа. Результаты, если сравнивать в категории ГТО, они относительно хорошие. То есть, вот, например, максимальный результат вчера был среди мальчиков 37, среди девочек где-то 33-35, то есть, это хороший результат. А надо? Ну, надо 25. То есть, в ГТО 25 проходной. Сегодня в зачет спартакиады стреляют учебные заведения. И, конечно, начались тренировки у воспитанников секции и стрельбы у силовых структур. В обновленном помещении места хватает всем, а еще стало намного светлее. Все по нормам и правилам пулевой стрельбы. Отремонтированы и кабинеты, и даже купили сейфы для хранения оружия. Здесь у нас предусмотрены рулонные мишени, которые заранее маркируются, и они совпадают с протоколами. То есть, в протоколах тоже все указано. И уже остается только у участников, как говорится. Мы не задерживаем участников, они отстреливают и уходят сразу же. В конце мы подсчитываем результаты и все предоставляем их. То есть, намного ускорился процесс. Ну и, естественно, мы также можем сразу использовать 12 мест. То есть, с той стороны у нас еще 4 места, но для этого уже нужны кадры, то есть судьи. В обновленный тир на этой неделе поступило и новое оборудование. Благотворительный фонд Шипулина прислал все для лазерного биатлона. В рамках проекта «Чемпионы будущего» фонд планирует открыть пять тренировочных центров Свердловской области по лазерному биатлону. И один из них будет в Ирбите. К слову, первое соревнование по-новому для ирбичан. Виды спорта пройдут уже в апреле. Анастасия Махнашина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС «Рбит».